...weight 13 килограмм, height 177 сантиметров. This is a professional. Four years, five, nine victories and five losses. Спортсмену 26,7. Его официальный вес 70 килограммов, рост 177 сантиметров. Его профессиональный рекорд 14 боёв, 9 побед, 5 поражений. Его спирит джиу-джитсу. Репрезентент джи-джи from soft hair из южной кореи. Ша-ши-мун! И его звери красно-будрятый. У вас легото, рост 178 сантиметров. Профессиональный вес 70 килограммов, 700 граммов. Его профессиональный рекорд 4 боя, 4 победы. Ски-эвэвэй! Представитель бойцовского клуба Ахмад, Россия, АСАХА! АСАХА! АААААА! Ну и вот вторая пара турнира WFCA 44. Джун Хим Мун против Аслахана Дадагова. Боец из Южной Кореи, соответственно, против своего оппонента из России. Представляющего бойцовский клуб Ахмад. И сразу же справа заряжает Джун Хим Мун с дистанции. Очень хорошо сложены оба бойца для этой весовой категории. Очень хороший удар запустил сейчас Джун Хим Мун, но с левой ноги не выпрямил. И вот сейчас сам пропускает такой же удар, по сути, только здесь уже выпрямил как раз. Коленный сустав Аслахан Дадагов. И великолепно он запустил этот удар в область правого нижнего подреберья. И плюс лоу-кик очень жесткий. Очень хорошо сейчас Аслахан работает в стойке. И такие, знаете, очень искусные технические действия с ног. При этом он удивляет тем, что базовый вольник. Да, и пропустил сам очень хороший мидл-кик. И, пожалуйста, попытка перехода на болевой. Да. Убоклата, да, здесь сейчас намечается. Но вроде контролирует эту ситуацию Аслахан Дадагов. Да, он чувствует эти моменты. Оба грэпплеры. Очень хорошего уровня. И как раз интересно именно соревнования этих двух прекрасных бойцов в этом аспекте поединка. Очень техничный боец из Кореи, как мы с вами предполагали. И предполагали. Не дает выйти ему из этой ситуации Джун Хи Мун. Застыли бойцы в этом положении. Пытается выйти на армбар, как я понимаю. Вот руку пытается вытянуть Джун Хи Мун. И подвал. Да, все. Сейчас особенная работа на Наиле Харсаева. Тренера по грэпплингу в клубе Ахмат. Который, по-моему, является ключевым представителем угла ченского бойца Аслахана Дадагова. Который максимально включает свои инструкции по ходу этого поединка. И, пожалуйста, попытка гильотины. Очень тяжело бы, конечно, было ее провести в этой ситуации. Пытался провести свип Джун Хи Мун. Но сетка помогла Аслахану зафиксировать соперника снизу. Но, тем не менее, одна нога отключена. Очень много ловушек готовит Джун Хи Мун. Серьезный мастер грэпплинга, мастер фартера. Мы с вами видим. Посмотрим, насколько хватит его от этого запала. Насколько он сможет в таком же темпе проводить этот бой. Постоянно переходя от одной атаки к другой. И со спины, и сверху. Подсоветуют бить локтями Аслахана. Да, но Аслахан не включает пока ударную технику. Вот только сейчас он действительно услышал уже слова и Сайхана Жамалдинова, заслуженного тренера России. Тренера по кикбоксу как раз в клубе Ахмат. Но и в том числе Эли Харсаева, который максимально активен с первых секунд этого поединка. В своих инструкциях. Да, действительно. Это стихия Эли Харсаева. Нужно больше добивающих ударов от Аслахана, чтобы максимально использовать свое преимущество в этой позиции. Чтобы был ущерб и судьи оценивали его. Да, вот здесь очень хорошо сейчас доминирует Аслахан. Оттягивает он уже не первый раз. Голову корейского бойца. Для того, чтобы нанести туда точные удары. Но, конечно же, кореец Юн Химон пытается из этого положения все-таки уйти. Да, но мы видим сейчас традиционную картину, как президент Всемирной лиги и клуба Ахматы. Абузаид Жандарович Исмурадов максимально активно болеет. За любого бойца, представляющего клуба Ахматы. И вот, пожалуйста, была попытка выйти за спину своего соперника Аджун Химона. Но прочувствовал этот момент Аслахан Дадага. И снова вернулся в доминирующую позицию. И вот уже есть добивание. Мне почему-то кажется, Асламек, что Аслахан физически чуть-чуть преобладает над более, может быть, даже таким искусным в грэплинге Юн Химоном. Вот физика, по-моему, более такая внушительная у Аслахана Дадага. Да, очень сильный физический спортсмен Аслахан. Гоняет он очень много веса. С 80, от добивания. Добивание очень хорошее. И активность, главное, что присутствует. А это, конечно же, все будет влиять на судейский корпус. Потому что эта картинка, она действительно может... Серьезную такую весомую роль сыграть. Так вот, 86, 87, даже 88 килограммов от хорошей права на встречу от Аслахана мы видим с вами на повторе. И сразу же тейкдаун. Очень много веса гоняет как раз-таки Аслахан Дадага. Это видно. Это видно, поэтому я... Восстанавливается очень хорошо. Да, я поэтому поднял эту тему по линии именно этого бойца. Во-первых, его знаю. И доводилось комментировать его поединки. Он, конечно, при том, что он делает там 17 килограммов, он при этом действительно... Вот вы очень важный нюанс отметили Асланбеку. Он очень качественно восстанавливается. В отличие от многих. Ну и... Ну и нужно отметить, что свой крайний поединок Аслахан Дадага провел аж 27 августа 2016. То есть такой серьезный процесс. Травмы замучили. А травмы какие, кстати, Асланбек, если вы в курсе? По-моему, вы в курсе, потому что вы все время в стане команды. Да, я в курсе. Есть свои проблемы, так сказать, в плане здоровья у Аслахана. Но я думаю, он не хотел бы, чтобы озвучивали их. По понятным причинам будущие соперники могут это тоже использовать против него. Мне всегда вот, знаете, нравилась его физическая готовность. Он очень мощный. И вот кореец как раз по фактуре и внешне кажется, может быть, не менее мощный. Но здесь, как я увидел в нескольких эпизодах, он именно по физике проиграл. Вот опять. Он пропускает контр-выпад и бросок как раз за Аслаханом. Но вот не удалось контролировать дальше ход поединка. И здесь опять ищет свой успех в различных сабмишенах. И как прессингует Джун Химун. Постоянно идет вперед этот боец. Вот здесь хорошо. От колена в клинче от Аслахана Тадагова. Вот действительно не чувствуется мощи такой у Джун Химуна. Но в то же время у него хороший прессинг и темп. Это то, что работает против физической силы грубо, но не всегда. Есть варианты и есть разные ситуации, конечно. Да, здесь пытается, конечно же, Джун Химуна все-таки осуществить тейкдаун. И сам проваливается. И, по-моему, как раз заводит себя сам не очень, может быть, хороший для себя план. Хотя мы понимаем, что грэплинг, он и максимально опасен и активен и снизу, в том числе. Где-то даже более, наверное, в каких-то ситуациях. И вот позиция уже Гого Плату пытается провести очень интересный прием Джун Химуна. И прочувствовала этот момент. Гого Плату – это же португальское название, да, из бразильского джиу-джитсу? Да, 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 так и есть. Есть прямой перевод Асланбека именно этому приему? Честно, я не знаю, Максим, вот насчет перевода я не знаю. Здесь Бекфест пытался спиннинг-аураунд. Бекфест – это та самая вертушка с ударом обратной части кулака. Обмен ударами. А вот здесь очень неплохо в разрез. Оба запускают. Посмотрите, как они стали друг друга перебивать. И здесь пытается как раз это делать более активно и успешно кореец. И, по-моему, он действительно вот преуспел в концовке. Миддл кик с правой ноги точно от него был. И правый туда полубоковой такой удар, по-моему, тоже пришелся в цель. И вот в концовке, как мне показалось, Юнхимон как раз все-таки чуть-чуть перебил Асланбека. Он более легок в своих движениях. Он не вкладывается, наверное, так, как Аслахан. И поэтому где-то он сохранил себе больше сил для этого обмена. Этот темп тоже дал о себе знать. И поэтому вот как раз-таки в этом эпизоде больше ударов донес Юнхимон. И вот сейчас бойцы через клинч обмениваются один левой рукой, другой справа. Вот как раз слева Юнхимон это делает. Но удары его не настолько мощные. А вот правым апперкотом пытался несколько раз Дадагов осуществить точное падание. И вот сейчас сам осуществляет тайский клинч Юнхимон. И колено от него несколько раз пролетает. Но не настолько оно было точным. Сколько же сил сохранил Юнхимон? Какой же темп поднимает этот боец? И вот тейкдаун. Тейкдаун очень своевременный тейкдаун для Аслахана Дадагова. Да, и здесь боец из клуба Ахмат в концовке. Вот, смотри, треугольник одевает Юнхимон. И застегивает этот треугольник. И вытягивает руку. Вроде бы нет. Руку пока не вытянул. Идет удушающий, но близок к этому. И вот, пожалуйста, есть уже чистый захват. Здесь очень близок будет Юнхимон. Терпит Аслахан Дадагов. Треугольник очень качественный. Да, и здесь Аслахан засыпает. Вот это засыпает Аслахан. Вот это да. Но засыпает буквально на несколько секунд. Вот это да. Юнхимон бояки с Кореи поддерживают блестящую победу. Уже второй представитель. Это на тему то, что мы с вами поднимали уже тезисно по этому бою. Снизу, когда классный грэпплер. И если еще против него тоже неплохой грэпплер. Или даже высокого уровня, который пытается активно действовать сверху. Там в хафф-маунте, либо в чистом маунте. Ну, в чистом маунте меньше уже степени. А в хафф-маунте, либо в сайт-контроле. Здесь можно и попасться. Здесь вот мун как раз готовил свое, наверное, излюбленное действие. Это треугольник. И в последующем он задушил как раз именно этим приемом своего оппонента из клуба Ахмад. Ну и тема оппозиции. Она всегда будет актуальна. Вот этот обмен сумасшедший мы с вами видим. Как раз таки отсюда и начались проблемы Сахана Дадагова. Да, и там был чуть-чуть более успешен мун. В концовке особенно этого обмена. Сахана Дадагова поддержал Жан Хи Мун. По-разному произносят фамилию этого спортсмена. И Жан кто-то даже. Жан Юн. Ну, тем не менее, поздравляем Жун Хи Муна. Предпочитаю говорить так. Да, просит аплодировать Жун Хи Мун своему себе, вернее. А я останусь, Асламбек, на Юн Хи Мун. Ну, все-таки, чтобы мы одинаково выговаривали, я тогда тоже примкну к вам. Третьего поединка предварительного канала. Я зовут Сергея Утю. Спасмена из России. Дагестана. Мэри Хали Бега. Ну и вот, пожалуйста, уважаемые друзья, мы движемся дальше. По турнирной сетке события WFC 44. И на ваших телеэкранах Магомед Халибеков, боец из Дагестана, представляющий команду Eagles Team Дагестан. Четыре победы, два поражения. Это официальная статистика Магомеда. Хотя, по признанию самого спортсмена и его болельщиков, реальная статистика, она другая. Побед там на порядок больше.